приветствую вас на канале я евгений галыгин и в этом видео мы разберем блок данных который позволяет решать ну или точнее позволит решить многие задачи о затопленном или утопленном кубики для егэ по физике сразу говорю что видео и соответственно в целом цикле материалов аналогичных используются некоторые правила и ограничения на то есть во первых я стараюсь дать блок данных который позволит решить целую группу задач то есть некое-то конкретное второе из-за этого части страдает разбор конкретных заданиям то есть его банально нет в третьих блок данных я стараюсь сделать в общем-то собранным достаточно самодостаточным опять же но при этом не забываем что связь дисциплины тем вообще никто не отменял она никуда не делась и как ты ее не старайся снизить чтобы этого блока хватило скажем так для всего но какие-то ссылки идут и обязаны быть но для сокращения времени и соответственно блока чтобы это все не утопило потому что зачастую подготовки нет такого времени приходится это все дело как-то решать упрощениями и некоторыми ограничениями то есть в общем с этим делом учитывайте качестве база для задания я всегда рассматриваю рекомендую соответственно официальные варианты это сайтов фипи и так далее но собственно речь пойдет сегодня о каком типе задания когда какой-то груз подвешенный на нити и в общем топится нещадно в какой-то жидкости при этом уровень затопленности его естественно будет разным и соответственно переходим сразу к объяснению таблички и чё вообще за задачи как она бывает то есть у нас как правило на нитке погружен какой-то кубик придут сразу смотрите что варианты могут быть совершенно разные то есть у нас вот пойдут такие с вами возможные ограничения у нас может быть разный тип жидкости чуть ли не в двух разных жидкостях никто как бы не запрещает вот такой вариант может быть сэндвич когда половина кубика плавает в одной жидкости половина в другой дальше никто не запрещает использовать под углом то есть у нас может быть нитка прибита соответственно не по центру а допустим шарик каким-то таким образом висит или кубик форма соответственно груза может меняться соответственно все эти параметры изменяем и и соответственно опять же как и тип жидкости но и начиная от типа шарика груза кубика кирпича его плотности фактуры и общем вплоть до его геометрических размеров но суть при этом задача не меняется у нас в данном варианте идет что банальное равенство сил потому что неподвижная система и у нас векторная сумма сил архимеда и силы натяжения нити будет равна произведению массы на ускорение свободного падения короче говоря на силу тяжести отдельно вообще идет рассмотрение атмосферы ну или атмосферного давления ну или вариант запаянного кубика но тут учитываем что на самом деле такие варианты встречал крайне редко и поэтому вряд ли атмосферное давление вообще стоит учитывать но если вдруг что то у нас из банального давления это сила поделить на площадь соответственно сила оказываемая давлением сверху на жидкость это атмосферная на площадь но сразу говорю тут потому что давление будет естественно действовать и на кубик и на жидко то есть нужно ли это вообще применять как правило задачах этого нет поэтому я исключительно вопрос чтобы как-то вот такой боль больше общины создать не более то есть крайне редко а вот стандарт у нас идет как раз сила архимеда и натяжение нити как правило действует и вверх ну и соответственно сила тяжести вниз есть некоторая другая разновидность то есть никто не мешает вам взять кубик который плавает то есть с плавучестью его плотностью ниже плотности жидкости и но тогда его придется привязать что называется снизу но при этом у нас схема в принципе сохранится у нас соответственно только в этом случае силы натяжения будет вниз как и сила тяжести они вместе будут что называется уравновешивать силу архимеда в общем вся разница но дальше все просто сил архимеда это плотной жидкости где плаваем ускорение свободного падения и объем погруженной части собственно грузика кубика неважно чего но если он плавать естественно утоплен весь-то конечно здесь берется объем всего кубика и тут иногда еще может что пригодиться это соответственно плотность это масса на объем то есть иногда дадут чуть массу дадут объем или что-то в этом духе. Но тут уже естественно плотность самого кубика и все про кубик. То есть еще в таком варианте может быть, но дальше за равенство сил в общем-то блок задач не выходит. Но на том завершаю. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале. Счастливо!